Здравия соратники! И вот наконец-таки я собрался, чтобы немножко поглумиться, иначе не могу сказать, над очередным клоуном от историков, скажем так, изутории, как он говорит, якобы вся история была подменена. А лучший способ соврать и сказать почти всю правду, еще генерал Петров говорил, что лучший способ соврать это разделить правду от лжи и одну, еще раз разделить ложь и одну часть лжи назвать правдой. Вот этим занимается вот этот вот клоун с фамилией Куланов, который как-то вроде бы случайно появился в интернет-пространстве, по-моему, в 2020 году, в 2019, в первой ролике, да, в 2020 он обращение к различным блогерам, в том числе и ко мне, чтобы распространить его, якобы, знание об истинной Руси, его книжку, которую он там продавал, то по 300 рублей, то там по 1000, неважно. Ну, как важно, там, сколько людей оболванил, так тысяч человек оболванил, вот на 300, очень хорошие денежки. Хотя он в этом, в коммерции всех подряд обвиняет. И так далее. Почему я называю его клоун? Ну, блин, как в анекдоте. Либо ты, он всегда в этой вот тельняшке, но ты либо крестик с ними, как в анекдоте, либо трусы надень. Либо рассказывай, что все вокруг вранье, либо тельняшку одевай. Ничего не имею против тельняшки, но тельняшка, она ознаменует, означает принадлежность к определенному роду войск. И, в общем-то, во время службы-то ее и можно, и нужно носить, и с гордостью, и по определенным праздникам. Но все свои вот эфиры, которые никак не связаны со службой. Так, приходи, подходи. Вот я не рекомендую носить ее буквально на каждый свой эфир, на каждую свою бредовую передачу. Почему это бредовая? Ну, критерий троллей я уже говорил. Хотя тролли работают на него скорее, знает он того, не знает, но количество троллей, которые присылают какие-то ссылки на него, превышает количество троллей, которые присылают какие-то ссылки по плоской земле. На самом деле, количество какой-то поддержки, в кавычках, от фабрик троллей у Куланова немерено. Сам ли он, либо его, в темную, в черную, сложно сказать. Но вообще тот бред, который он несет, это очень сложно как-то описать. Ну, потому что это абсолютный бред любому человеку, с первого взгляда. Но, тем не менее, есть какое-то количество не только троллей, но и искренне верующих в его бред. У людей нет критического мышления, очевидно. В частности, тут сколько просмотров-то? 78 тысяч просмотров за 4 года. Критерии, как я говорил, один. Отношение к потопу, о чем он вообще сначала молчал в его первой книге. Много вопросов у его теории. Якобы ему дед рассказал. Ну, мой дед 23-го года выпуска и не дожил. Он примерно, ну, ему лет 40-50 этому Куланову. То есть, его дед примерно такого же года выпуска. Сомневаюсь, что он столько лет в коммунистической, советской России хранил какие-то тайные знания, чтобы рассказать вот весь этот бред про летоисчисления, про карты, про иконы и так далее. Почему он, соответственно, раньше ему ничего не рассказал? Почему он появился только в 20-м году от Куланов? Много-много вопросов. Сейчас я лишь вкратце пройдусь по его теории. Откуда все взялось-то, собственно говоря? Потоп он отрицает, что уже о многом говорит. И говорит, что крепости звезды построены, чтобы спастись от цунами. Вот тому пример. Это все ерунда. Это все сказки. Такого никогда не было. Планета жила со всеми другими понятиями. Опять же, я уже говорил не раз. Библию Коина чуть-чуть, пускай, все почитают. Сам помнит. И в качестве договора. Но говорит, что теперь уже что? Нужно читать Библию какую-то? Говорит, что все вранье. Получается, Библия Коина – это истина. В средней инстанции. Ну да, ну да. Это уже о многом говорит. Потому что он в подтверждение каких-то своих бреда историй ссылается на очень мало кому известную книженцию с названием Библии. Это уже очень подозрительно. Но идем дальше. Хотя бы поверхностно, что найдут в интернете, на врате посмотрите. Там как раз описано вот это все действие. Когда первая волна пошла, в одну сторону смыло. Потом вторая волна откатила, смыло, уже с материка скатываясь. Если бы такая волна была, то не осталось бы ни одного здания. Но здания стоят и почему-то закопанные. Странно. И оплавленные. И разрушены почему-то верхушки, а не с основания. Потому что волна цунами, она бы смыла, грубо говоря, все. Тем более огромная масса. Сейчас попробую найти видео в подтверждении. Ну вот, несколько примеров такого вот. О, мэрда! От машины мало что осталось. Вот кто захочет, могут сами посмотреть этот бред. Который он говорит, он ни в какое, ни в какие ворота не лезет. Вот, например. Для чего нужна Петропавловская крепость звезда? Трономический ползин этого дня пребывает первым днем в созвездии Овна, 18-го апреля. Так же, как и наблюдаемый с адмиралтейства, колонна Алекс Андрея, из которой вынулики и вставили туда крест ангелу Алекс Андрею, который Романовы затерли изображение. И прочий бред. Причем ни слова не говорит о том, как технически это произошло. То есть, каким образом построили этот 35-метровый примерно и 700-тонный примерно колосс, Александровскую колонну. Где эти станки, эта фигура вращения. Чем резали, легированных стали даже не было и так далее. Его история, ну, может быть, конечно же, что потом кто-то стер всю историю. Но он очень интересно это все описывает. Просто никакой абсолютно никакой критики это не выдерживает. Абсолютно никакой критики, потому что, ну, логики ноли в его словах. Откуда он знает про инквизицию? Откуда у него информация? Если дед ему так много рассказал, где оригиналы того, что дед ему рассказал просто? Значит, он, получается, просто помнит. Если же это была запись книга, которую, как он говорил в первых версиях, свои книги, он говорит, что дед ему передал записи. Можно оригиналы этой записи? На каком языке это было, если все языки придуманы? Включая, русский. Появилось. Тут смысл-то в том, что мы опять возвращаемся к некой сказке, мы уже говорили не раз, которая инквизиция была переврана. Вот тут то же самое. Предназначение крепостей звезд переврали, выкинули оттуда пар с огнем, оставили только потоп. Для чего вот это было сделано? Какой пар с огнем? Какое житие твое, блин? Если бы был пар с огнем, то дышать, проще говоря, было бы невозможно. Никому, ни в какой крепости звезд, где вообще бы никто бы не выжил. Абсолютно никто бы не выжил. И он еще утверждает, что никакого военного назначения не может быть у крепостей звезд. Ну, как бы, мягко говоря, спорно. Сейчас мы посмотрим, а потом вернемся к утверждению о том, что военного значения нет. Но это бред. Дождь лил. Да для того, чтобы непонятно было, для чего крепости звезды нужны. Дождь спокойно лил, они говорят, видишь? И одно дело цунами с волной. Если цунами с волной, где спасаться люди зададут вопрос. Ну, логично. И от цунами мало что может спасти. Потому что вот очень небольшой относительно ковш, движущийся, просто смял машину в смятку. Машина вроде бы железная, на минуточку. Вроде бы обтекаемая. А что будет со зданиями, с любыми зданиями? А он говорит, что крепости звезд для того, чтобы деревянные ковчеги как-то спасти. Причем, если сверху эта волна накроет, она выше крепости звезды, то якобы может быть, что спасен быть какой-то ковчег. Что за бред? Такое значит в Библии своей нельзя написать. А в Библии кое-нибудь написано это? Там же. На заборе много чего написано. Даже есть какая-то в каком-то архиве квитанции, что заплатили там 30 серебряников, условно, за крепостным, которые поставили Александровскую колонну. Просто взяли и поставили. Да, 700 тонн, играючи. Заготовка 1000 тонн, больше 1000 тонн. 1100 примерно. Да, легко. Отпилили. Чем? Хреном своим. Вот об этом он. Крепость звезда, что Петропавловская, чтобы просто помолиться. А ничего, что там 7-метровые 7 на 3 примерно такие блоки гранитные. Чем их пилили-то? И вот такой бред просто-напросто у него везде. Везде. Смешались вместе кони, люди, какие-то иконы придумывают непонятно откуда взявшиеся. Есть понятие сень. Под сенью чего-то. В тени, если на то пошло. Он об этом тоже как-то умалчивает. И такого бреда немерено. Просто немерено. правила извода российского языка, не русского. Правилами языка этими были убиты. Настоящие требования русского языка. Допустим, жиши пешистые. Как они еще мы слова не написали? Откуда они это? Откуда он это все взял-то? То есть просто бред на бреде и бредом погоняет. Хорошо, я немножко отвлекся. Он здесь утверждает, что военного значения крепости звезды не имеют. Мол, Петропавловскую крепость прошли мимо буквально. Ну, посмотрим. Сейчас я найду этот момент. Ну, вот, например. Никогда. Брестская крепость. Ну, и что она? Давай. Ну, а пошли ее немцы и дальше пошли. Ну, да. Всего лишь пару месяцев там огромное количество было задействовано. Отвлекли от наступления. Да. Гасили всего лишь Брестскую крепость и огнеметами, и огромными пушками. И дальше пошли. Там огромные подземные сооружения. И там качество кирпича такое, что взрывать мягко говоря бесполезно практически. Нечто подобное было в Кёнигсберге. Уже наши не могли взять очень долго. Причем некоторых манипуляций и подрыва и затопления подземных казематов только смогли. и так далее. Военное значение оставалось даже в современное время. Вот если не делать такие паузы и не анализировать то, что он говорит, ну, как бы можно попасться на его удочку, можно. Но думающий человек, я думаю, осознает, что этот бред про отсутствие потопа, про то, что там в три этажа строили Питер. Тоже бред. А он все это вот в этом интервью. Крепости звезды, род, уроки с Вячеславом Кулановым. Не знаю, какой род он имеет в виду, но просто вот несколько критериев крепости звезды, дольмены, допотопные сооружения, в частности мегалитические сооружения, их предназначение и почему отсутствует у нас свободная энергия. Вот это критерий звездной крепости для чего потоп, еще раз повторяю, оплавленные этажи, оплавленные здания, кирпичей, колонны. Вот задать несколько вопросов. Я ему задавал такие вопросы. Он немножко умолчал о них и проигнорировал. Да, дальше вот что-то было. Вот когда спрашивают, а начинают умничать, ну, трудно просто с историей доходят у нас такие сведения, что 1812-й и какое-то количество людей. И вот у многих... Сейчас я дойду до его ответов. Были какие-то локальные вот эти вот катастрофы, которые очень сильно влияли на народ. Да, ну, мы сейчас же, опять же, я провел разделение между локальными катастрофами и раздвижкой континентов, да? Ничего, что раздвижка континентов это очень-очень инертный процесс и миллионы лет занимает. Ни меньше, ни больше, потому что массы огромные движутся. И не просто так. Это не может произойти за день, два, даже за месяц. Он вот все его высказывания рассчитаны на человека без какого-то критического мышления. не нашел, к сожалению, того, что вот и переписку с ним. ладно. Продолжим дальше немножко. так вот его бредовое высказывание. Мы сейчас говорим о разных вещах, не то, что мы с собой, а разных, а разных понятиях мы сейчас обсуждаем. Одно где-то цунами, одно единственное прошло. Второе дело полностью строительство заново всей планеты. Перемещение континентов, раздвижка их. Но почему-то он не говорит, как потом восстановление цивилизации произошло. глобальная катастрофа по всей планете. Абсолютно разные понятия. Тут же понимаешь, для чего? Надо просто мотивацию альтернативщиков опять же понять. Я же не говорю, что они полные кретины. Там некоторые моменты это можно все равно послушать, но правильно надо оценить. Например, оцени закопанные глиной этажи. Молчит. Потом все это. Для чего все это делается? Ну, во-первых, надо денежки заработать, хайпануть как-то, да? Ну, где-то рассказать, какую-то ерунду возьмут и начинают привязывать, что это всемирная там такая катастрофа еще была, все там, какие-то богов туда суют, которых никогда в жизни не было. Например, родина-мать с иконой. Испанский стыд. Несерьезно, просто с технической точки зрения люди не хотят думать и... Вот с технической точки зрения объясни, как построена Петропавловская крепость. Не для чего, не для молитвы, скажем так, а как ее построили? Левой стороной крепость с храмом направлена на точку захода солнца, которая в основном мистике этого дня пребывает первым днем созвездия Весы. Это здесь 1 октября. Эти даты обозначали открытие и закрытие навигации на пути из варяг в греки. Ну и что означало, допустим, теории, допустим, каких-то придуманных варягов, не менее придуманные греки. Зачем для этого строить какое-то здание? Тем более такое сложное технически конструктивное. Зачем это строить возле реки, если для какого-то спасения? Ну, построят и ковчег в горах, как очень многие крепости звезды в горах на Решинах и расположен. Но он утверждает, что все лишь на пути возле рек. Крепость на Руси служила как гостиница с двумя причалами под низкий и высокий киль кораблей. Крепости можно было остаться всей командой на зимовку. После закрытия навигации какая зимовка нахрен, какая нахрен навигация, о чем он, блин? Ничего, что зимы не было, нигде не было утепленных зданий. И такого бреда полно, просто устал уже комментировать. Но почему-то тролли его облюбовали вот этого чудика в тельняшке. А то, что он говорит, это ни в какие ворота. Там две небесные сущности мужская жена, нарекают две мужские сущности. Там сидят две пары, у одного книга рука, у второго голый, голый, а символ деторождения. Я не могу спокойно смотреть, мне просто цензурно не могу. О чем он, блин, вообще? О чем он, блин, вообще? Богородица Иисуса принесла, по-разному есть эти варианты. Вот она принесла в храм божий, якобы, а на самом деле, это небес, так скажем, сошел, рисует вот этот треугольник. Это истинное, конечно, да. И он говорит, что тысячи лет какому-то нашему роду, ой, флоту. Так, это не то немножко. Твоему флоту тысячи лет, в которых Олег вещей ходил на Константинополь. Все-таки был вещий Олег, получается, был, то есть получается история истина. Ты русский, символ, кольцо, вечность, это венец, как он говорит. То есть получается история истина. Так, что в школе преподавали, да, был вещий Олег. Ну вот и где логика-то? А логики нема. О последнем сопротивлении инквизиции в Западной Европе революции Гёст. Что писал о учебнике Олимпера и Галс-Реями? Сильно? Теперь совсем не сложно понять, что постройкой и содержанием этих репостей занималась Русь. В том числе и в Австралии и в Южной Америке и в Южной Африке, да? Наша Великая Русь не сломленная и не затертая, так как я об этом говорю. Наша Великая Русь. Представьте только, насколько широко и мощно с огромным взаимодействием работал некий план спасения и ликвидации чрезвычайной ситуации. А нам говорят, что вы дикие варвары. Огромный план, который определял порядок действий на мирное и чрезвычайное время. Не было навигации, часов и электронного календаря, но были храмы. Так, все-таки была навигация, которую закрыли после закрытия навигации, можно было остаться на гостинице на зимовку или не было. Были храмы. Какие? Для чего? Управленный на восток. Храмы действительно строились с подвалами для хранения товаров, но верх храма был астрономической обсерваторией для определения координат и ведения календаря. Рукалицом. Все-таки был календарь или нет? Хорошо, вели дальше, что зачем обсерватория? Потому что просто галочку поставить, не судьба перевернуть календарь, как Шуфутинский поет, и понять, что это 3 сентября или какой там. Крест апостола Андрея определял координаты домовые, откуда прибыла команда, чтобы вычислить разницу. По 13 реально существует... А команда опять не знает, да, и цифры у него интересные. 13, 166, привязка к определенным циферкам идет. Караул. Все в открытую. Символизм будет их падением. Без храма нельзя услышать команду или что? У меня просто уже цензурных слов не хватает на этот бред. Во! Это, конечно, шедеврально. хочешь соврать, ври уверенно. Кстати, врет он всегда вот-вот выдает его. Врать он практически не умеет. Он знает, что врет, поэтому он то нос теребит, отворачивается. Когда он сильно врет, он отворачивается. Это, ну, физиономика элементарно. Да, вот Игорь тоже понял, что что-то не так и вот закрывается. Тоже интересно наблюдать за физиономикой, физиономикой называется. В общем, за мимикой. Эй. Разная аудитория вообще. Мы даем информацию для людей, которые хотят по-настоящему думать и по-настоящему понимать смысла происходящего. Мы говорим сейчас о нашем роде. Мы говорим о том, что надо восстанавливать это, надо бороться за свой род. А вот такие вот заключения вот это вот засыпало там то все 10-е, 20-е. Да вы, ребята, хоть раз в жизни в подвале были вот в советском доме? Был. Ты не представляешь, где я только ни был. В каком-нибудь Петровском, я не знаю, времени доме там в Питере полно. Для чего они предназначены, как перемещались все. Я уже рассказывал, что в Питере было вообще два этажа улиц. Специально построено два этажа улиц. Внизу даже три этажа. Самое нижнее было это коммуникация. Это как так? Канализация текла. Мойка так и называется. Мойка. А наверху мыть нельзя, да? Дальше повозки ходили под настилом. А как или куда и потом как это все убирать? От лошадок следы открытой улицы. И чем освещали если это было три этажа? Ничего, лошадки не пугались в темноте? Мы обсуждали это тема, когда лошади останавливались перед пустотой улиц. Петр Первый вычислял последние коммуникации подземные. Долго же не... Вот сам помнишь, получается, до Петра были коммуникации. Трехэтажный Питер. Рука, лицо. Могли. Город-то окружили, долго не могли слонить. Ты сам это помнишь, чудик. Челняшки. Это целая история, она другая, но в принципе. Но тут вот, видишь, наша Великая Русь и как ее вот ломали, как ее затирали. Специально были написаны Ветхие Заветы, да? Опять же, понятие дождь и понятие всемирного цунами. Для того, чтобы сказать, что, ребята, Ковчег это наш и мы спасли, мы спасли всех. Какой нахрен Ковчег? Ай. Подойдем к этому. Там еще дальше. Армагеддон и Апокалипсис. Вот Апокалипсис это первый раздел плана, а Армагеддон это второй раздел плана. Там только две буквы поменяли. Чего надо делать? По-моему, это разные слова. Апокалипсис. А, Земля, по, граница, Кал, по кругу, Ипсис, знание, Ипсис. Там Ипсис по-разному опять же можно. Там кучу всяких этих, как его... Вообще-то это окончание. Ипсис. Ну ладно. Определение, знание магов. Ну это никакие не знания магов, это просто как подготовиться к чрезвычайной ситуации. Реально. Армагеддон. Ар, земля, ма, ну мать. Да, конечно. Ну и материя, хорошо. Нигердон, а где он? Земля, мать, где она? Армагедон. С тем же успехом может провести Армагеддон. Нижний негр, армированный, вооруженный. Что за бред он несет? Естественно, такие как Ломоносовы все эти буквы все переставляли и эти, святая инквизиция, весь язык наш испаганин сейчас. То есть, первый план нам показывает, как надо готовить запасы, как надо строить крепости-звезды, что надо, как корабли ставить против волны, какие рвы выкапывать перед крепостью-звездой. Какие нахрен рвы? Многие крепости, не только звезды, они на возвышенности, на вершине горы. Какие там рвы, там видимость. И если идет волна, она никогда не огибает весь земной шар. Никак, ну это просто нереально. Ну, вот как раз таки, то, что он говорит, локально, да. В теории, опять же, может быть. Но опять она снесет все нахрен, а мы видим целые здания стоящие, просто засыпанные. Непонятно, откуда взявшиеся глиной, которую никак не намыть, ниоткуда, чтобы купить что-то не нужно, нужно продать что-то не нужно, чтобы слой глины образовался, нужно, чтобы он откуда-то взялся. На дне моря такого нету. Вопрос, откуда взялось. Вот вопрос о думающих людях. Он не отвечает на эти вопросы. Мы же прекрасно понимаем, для чего теперь предназначен ров перед крепостью звездой. Летит волна. Вот чтобы сильного удара в стену не было, она раз расширилась, она половину упала внизу. Какая половина? Ров, ну, три метра, хорошо. Что? Волна получается шесть метров? Где логика, блин, чудик? А если она выше, то ей плевать на этот ров несколько метров сраны. И потом это накроет сверху, дышать нечем будет, будет все под водой. Тогда что? Зачем тогда крепости звезд? Зачем такая сложность? Круглый, ты построи нахрен, и все. Или углом к океану, и все. Потому что только оттуда пойдет. И достаточно. Или просто уйди на, там, любая гора, это 300-400 метров рядом, холм 100 примерно, но выйди ты на это, и все. И ничего, такие сложности не нужны. Там все выживет, останется и прочее. Не дойдет туда волна. Что за бред он несет? Топило, и уже снизу вверх пошел удар. Снизу вверх, с завихрением. Вот эти вот рвы, они должны быть пустые. Ну, слегка затоплены. Опять же, Ил позволяет нам заилить почву вокруг крепости звезды, чтобы там, допустим, остался подземный. Каким образом Ил помогает оставить подземный какой-то ход? Колодец, где пить можно было, иначе вода соленая вокруг станет. При глобальной катастрофе тоже думать надо опять врет, опять все это. И он знает, что он врет. А врать не умеет, а врать надо уметь. Вот такие, как Куланов, очень нецензурно вот хочется сказать, ладно, я думаю, все все поняли. Триндят много. И, тем не менее, находятся люди, которые верят и пересылают, и меня забомбили. Я говорю, все, буду банить за Куланова. пересылку Куланова. В общем, этот клоун в сильняшке, он мне немножко поддостал. И хватит, уже дальше не буду разбирать, там еще столько я просмотрел. Он наговорил столько, что семь бочек арестантов, короче. Не желаю дальше вот эту нудятину ерунду разбирать. я думаю, я думаю, все все поняли про Куланова. Обещал, как бы немножко уже упомянул в нескольких разборах троллей. Так вот, теперь, я думаю, что окончательно на этом Куланове и точка, и крест, и все, что угодно. Перевирает русский язык, перевирает придуманную уже официальную историю, выдавая за настоящую, врет напропалую, кайпует, делает бабки и нехилые бабки на кучу обманутых людей и обвиняет во всем этом других. Ну, я думаю, уже достаточно люди проницательны, чтобы понять, что этот материал, он, мягко говоря, списанный. Так что, ну его нахрен этого Куланова и любой, кто еще пришлет мне ссылочку, отправится тупо в бан. Ибо иначе нельзя. Ну, кто-то еще скажет, зачем с этими какашками и фекальками бороться? Так нужно показать на примере, ну тратить время, нужно показать на примере, как работает враг, потому что если кто-то думает, что враг настолько тупой, чтобы тратить ресурсы и деньги только на условного Киселева или Соловьева, то это либо придурок, либо провокатор. в благосфере тоже дохрена вольных или невольных особников врага. Кто такой Куланов, пусть каждый определит для себя самостоятельно. Добра соратники и до новых встреч. Все только начинается и не теряем бдительность, потому что время глупых прошло, пришло время прозорливых, только умные, то есть критические мыслящие, прозорливые выживут. Пришло время умнеть. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...